Всем доброй ночи, Одесса на связи, 10 июня 2024 года. Ребята, сегодня ночью обязательно реагируем на сигналы воздушной тревоги. Есть информация о том, что стратегические бомбардировщики Ту-95 готовятся к боевому вылету. Зафиксированы сигналы на боевой частоте, а это очень часто означает, что будет взлет, будут лететь на потенциальные рубежи пусков и будут пуски крылатых ракет Х-101, Х-555 по нашей стране. Куда именно будут лететь ракеты неизвестно. В последнее время вот этими ракетами атакуют западные регионы нашей страны. Одессу давно уже не атаковали ракетами со стратегических бомбардировщиков, поэтому, надеюсь, для нас они угрозы не несут. Но у нас 24 на 7 присутствует угроза баллистики с Крыма. И эта баллистика с Крыма, она долетает просто за считанные минуты. У нас так может быть тишина абсолютная, потом резко пуск ракеты, резко тревога, и буквально через 2 минуты уже взрыв. Если вот эти со стратегических бомбардировщиков, они там взлетают, потом час летят на потенциальные рубежи пусков, потом пуски ракет, целый час эти ракеты летят до воздушного пространства нашей страны. И уже потом, непосредственно, когда они влетают в воздушное пространство нашей страны, они создают угрозу для нашего населения. Но потом они еще 2 часа летают по территории нашей страны. Короче говоря, это очень долгая история. А баллистика, это история минутная, буквально минутная. Вот тревога, пуск, прилет. Вот так вот происходит. Поэтому для Одессы сейчас угроза присутствует именно баллистике. Она присутствует 24 на 7. Так. Ну, в принципе, все, что хотел сказать, сказал. Поэтому всем желаю мирного неба, тихой, мирной, спокойной ночи. Хочется, конечно, надеяться, что данная информация не подтвердится относительно взлета бомбардировщиков. Ну, как бы, про взлет еще не сообщают. Сообщают только про активность. Вот. Но с большей долей вероятностью, что будет взлет. Поэтому внимательно относимся к тревогам. И на тревогу обязательно реагируем. Берегите себя и своих близких. Всемирного неба. До встречи. Пока.